Этот парень настоящий зверь. Когда вижу как он безжалостно бьет соперников, у меня мурашки по коже. Так сказал легенда бокса Оскар Далахоя про нашего сегодняшнего героя. Сегодня наш герой мой самый любимый боксер Бегтимир Меликузиев. Он весит 75 килограммов, но бьет как настоящий тяжеловес. Самый жесткий панчер из узбекской сборной по боксу. Сегодня он проведет свой очередной бой в профессиональном боксе. После боя наверняка многим он станет еще интереснее. Кто он? Откуда он? Как он стал таким сильным? Обо всем этим расскажу вам я. Поехали. 2016 год. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Узбекистан сенсационно занимает первое общекомандное место по боксу. На счету Узбекистана три золота, два серебра и две бронзовых медалей. А наш легковес Хасанбой Дусматов стал обладателем Кубка Вэлла Баркера. Пока они продолжали выступать в Узбекистане был настоящий праздник. Люди приходили домой к боксерам, благодарили их родителей за таких достижений и их сыновей. Оставляли подарки, а некоторые дарили автомобили и квартиры. А когда наши боксеры вернулись в Узбекистан, на улицы вышли сотни тысяч людей, чтобы встретить чемпионов. Их имена знали даже первоклассники. После такого триумфального выступления каждый член сборной Узбекистана стал невероятно знаменитым. Но не наш герой. Он единственный из сборной команды, кто уже был знаменит своими достижениями. Бегтимир в 2014 году в возрасте 17 лет добился фантастических результатов. Он за год стал чемпионом Азии, чемпионом мира и чемпионом юношеских Олимпийских игр. На Олимпийских играх он все бои заканчивает досрочно, просто невероятно. После таких выступлений он получает высоких наград из рук президента Узбекистана. Таким образом, Бегтимир был уже очень знаменит до Олимпийских игр в Рио. Говоря о Бегтимире, он родился 8 апреля 1996 году в городе Кокант Ферганской области. Бегтимир из обычной семьи. В детстве у него было мало развлечений, поэтому он пошел в спортзал, как и его друзья. Он очень быстро поймал волну, и уже через пару месяцев начал участвовать в местных турнирах. У Бегтимира был очень тяжелый удар, в Узбекистане о нем быстро узнали. В тех соревнованиях, где участвовал Бегтимир, соперники просто отказывались выходить против него в ринг. Тренера сборной Узбекистана быстро поняли, что Бегтимир невероятно талантливый и сильный, и ему не обязательно драться в Узбекистане, чтобы войти в сборный состав. Но все же Меликузиев один раз выступал на чемпионате Узбекистана. Это было 2014 году. Победитель этого чемпионата получит путевку на чемпионат мира, который пройдет в Катаре. Поэтому в чемпионате участвовали лучшие средневесы Узбекистана, такие как Хуршидбек Норматов, Улуббек Хагбардиев и Азизбек Абдугафуров. 18-летний Бегтимир всех соперников победил досрочно. После этого ему больше не разрешали драться в чемпионате Узбекистане. Ему больше не надо было выиграть местные соревнования, чтобы мог ездить на международные турниры. Его объявили бесспорным членом сборной команды. Ему тогда было всего 18 лет. Вот почему он мой самый любимый боксер. Настоящий узбекский танк. В 2015 году Бегтимир участвует на чемпионате мира по боксу. Он в первом бою побеждает техническим нокаутом за Алла Квачадзя. Во втором бою единогласным решением побеждает француза Кристиан Мбилиасома. В четверть финале убирает российского боксера Петра Хомукова. В полуфинале Бегтимир встречается с чемпионом Европы ирландцем Майклом Арайли. Единогласным решением победу отдают Меликузиеву. А в финале он встречается с самым неудобным соперником в своей карьере. Это Орлен Лопес. В очень непростом бою победу забирает кубинец. Бегтимир становится серебряным призером чемпионата мира. Это первое поражение Бегтимира. Через год он участвует на Олимпийских играх в Рио в весовой категории до 75 килограммов. В первом бою Бегтимир уверенно разбирает австралийца Льюиса Даниэл Джейсона. В четверть финале Бегтимир побеждает боксера из Индии единогласным решением судьи. В полуфинале он встретится с мексиканцем Месай Люсиэль Родригес Оливасом. Этот бой позднее назовут самым жестким боем Олимпийских игр. Бегтимир жесткими ударами по-настоящему сотряс мексиканца. Победа единогласным решением отдают узбекскому боксеру. В финале Бегтимир снова встречается с кубинцем Орленом Лопесом. После чемпионата мира Бегтимир готовился к бою с кубинцем, он работает уже первым номером. Много атаковал и управлял ходом боя. Но все равно победу отдают кубинцу. Бегтимир становится серебряным призером Олимпийских игр. Бегтимир, побеждавших всех во всех турнирах, проигрывает второй раз этому кубинцу. Позднее тренера сборной Узбекистана в интервью назовут причину. Орлен Лопес для Бегтимира самый неудобный соперник. Стиль ведения боя кубинца не подходит Бегтимиру. Чтобы его победить Бегтимиру, придется двигаться еще быстрее, но в таком случае он потерять ударную мощь. Если Бегтимир и Орлен еще раз встретятся на ринге, то мы выберем нужную технику, которая позволит победить кубинца. Можете сказать это все отмазка. Можете сказать просто кубинец сильнее Бегтимира. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Помните Хуршидбека Норматова. Бегтимир побеждал Хуршида в финале чемпионата Узбекистана. Вот он Хуршид встречается с кубинцем Орленом Лопесом. Он боксирует очень быстро и наносит хлесткие удары. В конце первого раунда Хуршид отправляет кубинца в тяжелый нокдаун. Бой продолжается и он просто разбирает кубинца по частям. По итогам пяти раундов Хуршид побеждает единогласным решением судьей. Норматов забрал все раунды, отправил кубинца в нокдаун. Уверенная победа над олимпийским чемпионом. Орлен Лопес проиграл потому что Хуршид двигался очень быстро, наносил удары и быстро уходил с линии атаки. К тому же он был намного высок кубинца и длина рук тоже был большим преимуществом Норматова. Хуршид стилистически был неудобен кубинцу, также и кубинец неудобен к Бегтимиру. Арлена Лопеса побеждал и казахский боксер Аманкула Абилхан. А вот Аманкула побеждал Бегтимир Меликузиев. Когда Бегтимир освободил вес 75 кг это место занял Исраил Мадримов. Он тоже победил Арлена Лопеса. Все они кто побеждал Арлена Лопеса, когда-то проигрывали Бегтимиру Меликузиеву. Так что можно уверенно сказать, что Арлен никак не сильнее Бегтимира. Просто стиль и тактика была на стороне кубинца. Так или иначе это просто мое мнение. Надеюсь они однажды встретятся в профессиональном ринге и тогда увидим кто же все-таки сильнее. После Олимпиады Бегтимир продолжит любительскую карьеру, но уже в полутяжелой весовой категории. Он в 2017 году станет чемпионом Азии. Также он будет участвовать в всемирной боксерской суперсерии. 2019 году Бегтимир переходит в профессиональный бокс. Чтобы готовиться на дебютный бой он начинает тренировки в США. Но долго готовиться не придется. Стиль Бегтимира очень близок к профессиональному боксу. Поэтому уже через две недели тренировки он дебютирует в профессиональном ринге. Дебютный бой состоялся 13 июня 2019 году против аргентинца Мартин Фидель Риоса. Бой состоялся в Голливуде штат Калифорния. Бой закончился в первом раунде. Бегтимир точным ударом в корпус отправил соперника в нокаут. Бегтимир даже не успел вспотеть. Легкая победа, легкие деньги. 77 дней спустя он проводит второй бой в карьере. 30 августа он встречается с мексиканцем Рикардо Адриан Луна Флоресом. Бегтимир два раза отправляет соперника в нокдаун и рефери останавливает бой. Красивая победа в первом раунде. Бегтимир боксер российской промоторской компании Мир Бокса. Они спонсируют и организуют бои Бегтимира. Мир Бокса и промоторская компания Голден Бой договорятся о сотрудничестве и Бегтимир уже начнет представлять Мир Бокса вместе с Голден Бой промоушен. Владелец компании Голден Бой легендарный боксер Оскар Далахоя. Такое сотрудничество выгоден и Бегтимиру. Ему дадут бой в одном из самом главном боксерском шоу года, где главные события бой между Канело Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым. Участие в таком боксерском шоу безусловно поможет Бегтимиру поднять рейтинг. Он в этот день встречается с американцем Клейом Калардом. Интересный факт о сопернике Бегтимира. Клей Калард одновременно с профессиональным боксом также выступает в ММА. Он даже четыре раза дрался в UFC. Клей дрался с чемпионом UFC Максом Холлоуэм. Последний бой в ММА проводил семь месяцев назад. В бою с Бегтимиром он ничего не сможет предпринять. Бегтимир чувствует себя уверенно. В четвертом раунде он усилит давление на соперника и станет больше атаковать. В одном из таких атак Бегтимир наносит сильный удар в корпус Каларда, отчего он больше не сможет продолжить бой. Уверенная победа Бегтимира. Этот бой был всего месяц назад, а он уже сегодня ночью выходит в 10-раундный бой против американца Вона Александра. На кону пояс региональный титул WBA. Чтобы посмотреть этот бой подпишись на мой канал и жди следующую видео. Я постараюсь найти для вас трансляцию и закреплю в комментариях. Если ты за Бегтимира нажми на видео лайк, пусть этот видео посмотрят и другие. Ведь Бегтимир этого заслуживает. Он самый сильный и самый зрелищный узбекский боксер. Субтитры положилอ